Здравствуйте, дорогие друзья! Городская детская библиотека имени Евгения Степановича Кокорина предлагает вашему вниманию обзор книг для дошкольников и младших школьников о рыбалке «Ловись, о рыбках». Во второе воскресенье июля в России традиционно отмечают День рыбака. Впервые этот праздник отметили в Мурманске 21 июня 1964 года. Именно в этот день, в 1920 году, после освобождения Архангельска и Мурманска от интервентов, в первый промысловый рейс вышел траулер «Зубатка» под командованием капитана Федора Михайловича Михова. Торжество отгуляли, а затем сделали предложение утвердить День рыбака на территории всей страны. 3 мая 1965 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении праздников. Именно тогда его решили отмечать ежегодно во второе воскресенье июля. Время было выбрано не случайно. Примерно к этому моменту как раз заканчивается действие запрета на ловлю рыб, связанное с их нерестом. Кроме того, летняя погода окончательно приходит в норму, и все ценители рыбалки устремляются к водоемам. 1 октября 1980 года вышел еще один указ Президиума Верховного Совета СССР. Он был посвящен праздничным и памятным датам. Этот документ до сих пор частично действует в России. В нем также закреплено празднование дня рыбака. Если ваш дом постоянно сотрясается от криков «Клюет! Тяни! Подсекай!» Если любая палка превращается в удочку, а все ботинки без шнурков, потому что они ушли на леску, а ваш маленький сын свободно оперирует понятия именно «живка», «спиннинг» и «подкормка», тогда вам срочно нужны книги о рыбалке. Книги для юных рыбаков Генрих Бьёль «Уроки рыбалки» Новелла Нобелевского лауреата Генриха Бьёля, пересказанная Бернаром Фриу для детей. В тихом, фортовом городке отдыхает старый рыбак. К нему подходит любопытный турист и начинает разговор. У этих людей нет ничего общего, а все-таки один важный вопрос их объединит. Евгения Боровкина, Владислав Севоглаза «Рыбы наших водоемов» Книга представляет собой краткое руководство для определения самых распространенных видов рыб, населяющих водоема России. Издание содержит красочную иллюстрацию рыб и краткое описание особенностей их внешнего строения, образа жизни, распространения и значения для человека. Эдуард Веркин «Челюсти, гроза, округи, секреты, успешной рыбалки». Каникулы – на то и каникулы, чтобы отдыхать, загорать на солнце, купаться в озере, а также отправиться на рыбалку. Не простой, а весьма опасной. В одном озере с давних времен жило настоящее чудовище и такие местные челюсти – гигантская щука, которая целых двести лет от роду. Вреда от зубастого монстра было не перечесть. Она пожирала гусей и уток, вот-вот и до людей могла добраться. Витька, Генка и их приятель Жмоккин решили изловить чудовище. Да, рыбалка им предстояла серьезная, не на удочку же ловить огромную щуку. К тому же, эта затея оказалась весьма опасной для жизни. Но разве остановит это бесстрашных мальчишек? На их стороне смекалка и дружба. Максим Горкин, Случай с Евсеньем. Однажды, маленький рыбак Евсенька худила рыбой. Неожиданно он заснул, и ему приснился удивительный сон. Мальчик оказался на дне моря, и при этом он мог дышать под водой, а также понимать язык рыбы. Евсенька пообщался с большой рыбой, рассказав ей немного о своей жизни. А в этом смекалистый мальчик не сказал ничего, что бы могло настроить против него обитателей морского дна. Познакомившись с другими рыбушками, а также раками-креветкой, Евсенька придумал, как ему подняться на поверхность. Эмили Грэвит. Мишка и зайка на рыбалке. Забавную историю про Мишку и зайку, отправившихся на рыбалку, рассказала читателям, и сама же нарисовала к ней иллюстрации знаменитая английская детская писательница Эмили Грэвит. Ее книги знают и любят дети и их родители во всем мире. На каждой странице минимум текста, но живые и динамичные иллюстрации могут рассказать читателям не меньше, чем слова. Вот Мишка выловил из реки зайкину панамку вместо рыбы. Вот на крючок попался роликовый конек. Вот рыбаки загрустили, расстраиваясь из-за неудачного лова. И вот, наконец, клюнула рыба. Да не простая рыба, а всем рыбам рыба. Борис Емельянов, дед Макабка. Маленький Юрка приехал из города в деревню бабушки в гости. Так начинается сборник добрых, наполненных легкими, святыми пиумами, рассказов Бориса Емельянов. Эти по-настоящему детские истории расскажут маленьким читателям о том, как Юрка заступился за товарища, поймал ерша, вылечил заболевшего шарика, вернул председателю колхоза пропавшего коня, сделал девочке Маше настоящий подарок. И, конечно, откуда у мальчика появилось такое странное прозвище «Дед Макабка». Иллюстрации книги, пронизанной любовью к деревне и родной природе, выполнил Николай Устинов, один из выдающихся отечественных художников-иллюстраторов детской книги. Татьяна Кобаль, я и мой папа, я питаю мой постел. Папа главного героя все может объяснить законами физики, но по какому-то кому закону он с сыном оказались на необитаемом острове, вот загадка, так загадка. Сначала папа утопил свой мобильный телефон, потом унесло лодку, и они остались вдвоем на острове, как настоящие робинзоны, но папа ничего не боялся, у него же есть сын. Это были самые лучшие 10 дней в жизни героя книги. Купание, рыбалка, экспедиции вокруг острова, ночные таинственные гости, загадочные пропажи, индейские танцы у костра и необычные домашние питомцы. И папа наконец-то понял, что все в мире происходит не только по законам физики, и что если загадать желание на падающую звезду, оно обязательно исполнится. Николай Красильников, ловись рыбка, справочник юного рыболова. В России более 15 миллионов любителей рыболовов. Каждый второй или третий – это школьник, подросток. Это целая армия. Книги для взрослых на эту тематику выпускаются регулярно, а вот для детей практически нет. Справочник юного рыболова Николая Красильникова заполняет эту несправедливо образовавшуюся мишу. Книга очень своевременная в наше экологически неблагополучное время. Она рассказывает не только занимательные истории, случающиеся на рыбалке, советует, где и когда лучше ловить ту или иную рыбу, но и учит школьников быть наблюдательными, бережно относиться к природе, ко всему живому в ней, ценить красоту родного края. Кира Кудинова «Дедушкину лоб». Захватывающий рассказ о мальчике, который любит рыбу и рыбалку, но не всегда способен говорить правду. Чему же это может привести? Особенностью произведения Киры Кудиновой является наличие обучающих рисунков. Благодаря художнице Марии Чернобровкиной дети узнают об основных видах рыб. Анна Кузина «Вот это рыбалка!» Летняя рыбалка с друзьями, что может быть заманчивее? Так думали лосик и кролик, отправляясь в плавание по озеру вместе с ежатыми. Лето, солнце, мирное покачивание лодки, а потом еще и теплые зефирки у костра, день обещал быть прекрасным. Но друзья не знали, что впереди их ждет серьезное испытание. Марина Мышковская, справочник маленького рыболова. Если ваш ребенок хочет научиться ловить рыбу, но еще слишком мал и не очень хорошо умеет читать, если толстые, многословные книги по рыбалке его пугают, и он не может справиться с большим текстом, разобраться в чертежах и схемах, то справочник маленького рыболова – книга именно для него. Она поможет ему самому сделать удочку, найти место, где живет рыба, и манить, и поймать ее. А самое главное – сохранить и правильно приготовить улов. Марина Мышковская, «Юный рыболов. Практические уроки». Книга раскрывает юным читателям секреты рыболовного мастерства. Свен Нуртквист, Вернер Карлсон. Книга для начинающих великих рыболовов. Что может быть интереснее и веселее, чем рыбалка в отличной компании? Особенно, если ты настоящий спец в этом деле и знаешь, чем скумбрия отличается от риски, как ловить рыбу на мушку и что с ней делать, когда поймал? Не знаешь? Ничего страшного. Знаменитый шведский художник Свен Нуртквист расскажет и покажет все, что нужно знать настоящему рыболову. Свен Нуртквист, Вернер Карлсон грустит. Что делать, если твой друг ни с того ни с сего загрустил? Надо немедленно вернуть ему хорошее настроение. Самый веселый и изобретательный в мире кот Финдус способен развеселить кого угодно, даже у грюмого старика Пэтсона. Как ему это удается? Одной левой лапой. Свен Нуртквист, шведский художник и писатель, получивший мировую известность благодаря своим книгам для детей. По мотивам серии Пэтсона и Финдусе сняты модфильмы, сделаны компьютерные игры и созданы театральные постановки. Александр Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Сказка в стихах про рыбака, который выловил золотую рыбку, исполняющую желание одной из самых известных и любимых детьми произведений Александра Сергеевича Пушкина. Анатолий Лезников. Приключение кота Леопольда на рыбалке у реки. События книги происходят в основном на дне реки, куда один из неугомонных мышат попадает с помощью водолазного костюма и своего приятеля. Стремление на пакосте ничего не подозревавшему коту Леопольду, который расположился с удочками неподалеку, герои едва не оказываются в пасте огромные рыбины. Владимир Сутеев. Кот рыбалок. Замечательная сказка Владимира Сутеева, которая очень нравится малышам. Увлекательный сюжет и замечательные красочные картинки, точно такие же, как и в одноименном модфильме, сделают книгу одной из самых любимых. Валентин Тихонович «Юный рыболов». Хорошо ранним утром отправится с удочкой на реку или пруд, попытать рыбацкого счастья, отведать сладкую ухи с запахом дымка. Но чтобы приобщиться к великому племени рыболову, надо усвоить азы спортивного рыболовства. Книга рыболова, писателя и художника Валентина Тихоновича «Юный рыболов» поможет читателям избежать многих ошибок, быстрее достигнуть умения и мастерства в любимом занятии. Юрий Третьяков. Начало рыбачьего патруля. Герои Юрия Третьякова обычные мальчишки и девчонки. И, конечно, они ни дня не могут прожить без приключений, то берутся за нелегкий труд настоящих сыщиков, то находят ископаемую корову, то отправляются в опасную экспедицию. И как самые обычные дети ссорятся и мирятся, дразнятся и хвастаются, шалят и проявляют недюжинную смекалку, находчивость и сообразительность. Рисунки книги выполнил один из лучших советских иллюстраторов Евгений Мигунов, тонко уловивший настроение повестей и рассказов автора. Мария Ушенина Вася И, конечно, и не может быть немного пугающим. Но Вася любит тайны, и с любопытством погружается в новый для него мир. И вот уже Вася вместе с дедом присматривает за туманом и слушает песни рыб. Джоэль Харрис Сказки дядюшки Римуса Братец-королик Рыболов Лутый проказник Братец-королик Жил в далекие-далекие времена Расславился Он тем, что никто из зверей Не мог тягаться с ним В хитрости В этой книге вы прочтете забавные и поучительные истории дядюшки Римуса о приключениях Братца-королика Братца-лиса Братца-волка Братца-апоссума и Братца-енота Записал и обработал эти и множество других негритянских сказок американский писатель-фольклорист Джоэль Чендлер Харрис Томас Шпрингер Онна и Онтье неразлучные друзья Рыбак Онна живет со своей женой Ольгой на маленьком острове Больше всего ему нравится плавать на лодке и ловить рыбу Но однажды герой заболел морской болезнью и больше не смог выходить в море Ольга Онна не мог понять кто этот найденыш неизвестной породы И тщетно Пытался вернуть детеныша стая в стаю телений Но в конце концов Ольга разрешила сомнения мужа и сообщила что нежданный гость никто иной как выдренок а значит нужно вернуть его в родную нору Что же делать? Сможет ли он вновь 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 чтобы помочь новому другу найти отчий дом или же дом это просто то место где тебя любят и тебе хорошо Удивительный и трогательный рассказ о том как дружба меняет людей и даже сварливый старый моряк и любитель тишины Онна готов сделать исключение для своего нового товарища и провести часок-другой за приятной беседой